Ну привет, мои прекрасные! Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале, меня зовут Дарья Крипта И сегодня мы поговорим с вами про то, что присылают блогерам Если честно, у меня просто очень много собралось рассылок красивых, интересных, ярких, летних А я еще их незаконно не обозрела Очень хочу это исправить, и поэтому видео назову очень много российской косметики Что-то я, кстати, пробовала из этого, будет какое-то мнение сформировавшееся Здесь очень много арт-энфак Новая коллекция Influence Очень красивая рассылка, я, кстати, многие рассылки расковыряла Тут вот такая вот красота травяниста, интересно, будем пробовать Новая коллекция Vivienne Sabon Тоже такая вся романтичная, такая эзотерическая она, я бы даже сказала Тоже попробуем что-то отсюда, если хотите какую-то из этих коллекций эксклюзивное видео Пишите об этом в комментариях, я сделаю монообзор Тут у меня до сих пор лежат тенюшечки от Vivienne Sabon Одни я уже вытащила, использую их, другие я даже не открывала Очень прикольная такая вот творческая рассылка Сияшки не пробовала, а матовые попробовала Но, мне кажется, они все могут быть разные Посмотрим, короче, еще попробуем оттенки Тут что-то у меня от Manly У меня тут помадки лежат, новые их кисточки Они делали рассылку их фаворитов Я раздарила подругам, потому что у меня уже все эти фавориты могли есть Блески Influence Nude Rose коллекция Stelary А тут ушки очень много Beauty Bomb Можно, конечно, что-то заинтересовавшее меня достать, протестировать, показать Но вы знаете мое отношение к косметике Beauty Bomb Каждый раз эти видео просто вызывают какой-то неадекватный шквал негатива В том смысле, что, ну, не моя эстетика Я обозреваю и нахожу какие-то хорошие средства Которые совпадают с моим видением, как должна выглядеть косметика Все равно почему-то эти видео вызывают негатив Поэтому, наверное, в моем психоэмоциональном состоянии Сейчас я не готова делать видео, которые вызовут много негатива Вы уже поняли, что тут очень много красивого и интересного И давайте начинать все это дело наносить Мне одной кажется, что мы с вами давно не виделись И много нового произошло, многое изменилось во мне, в моем внешнем виде Во-первых, татуировочки Три штуки я сделала Здесь у меня любимый Сергей Александрович Здесь четырехлистный клевер Там очень такое многозначное значение И фразу в начале было слово Тоже имеет для меня многозначное значение Я в своем инстаграм делала посты, где описывала значение Смысл для меня каждой моей татуировки Еще из новенького Новый стиль Тоже говорила в своем уже на этот раз телеграм Я все ссылки всегда оставляю в описании к видео Нажимаете на стрелочку и открывается у вас инфобокс Тадам, там все ссылочки, там какая-то полезная информация Какие-то промокоды, которые я упоминаю в видео В общем, не забывайте туда заглядывать Это правда очень полезная вещь Многие даже не знают, что это такое Спуститесь под видео, нажмите на стрелочку И там откроется большое-большое описание к видео Ну, когда большой, когда не очень Всегда по-разному, но там всегда какой-то полезняк Стилист мой собрала она мне капсулу новую И теперь я И внутри, и снаружи, и бизнес-леди, и литератор Вся такая деловая, красивая, сексуальная Все, что я давно хотела Сейчас я все равно пока на домашнем Как-то собирать, краситься, тестировать яркую косметику В костюмах за большие денежки Не очень хочется Ну что, с чего мы с вами начнем? С ухода начнем, да? Art and fact Тут у меня еще один набор находочек Очень классные находки для волос Неожиданно, правда Тут у меня два средства очень-очень классных Особенно в летнее время у меня дико жирнится голова Летом у меня вообще, в принципе, кожа головы Отличается от кожи лица Кстати, такое бывает Но ее важно не пересушивать, а деликатно очищать Хорошо Вообще, от кожи головы зависит здоровье всех наших волос Когда мне спрашивают, как ты вот это вот добро отрастила Я говорю, что кожа головы Я замечательно ухаживаю Поэтому пилинги, очищение, но без жести Вот такая вот штучка Очищающий кислотный пилинг для кожи головы Для всех типов кожи головы Тут молочная кислота 11% И гликолевая кислота 5% Очень нежная история Вы наверняка видели такие штуки Наносите по проборам по всей голове Втираете, массируете Оставляете средства на 5-20 минут В зависимости от желаемого эффекта И потом смываете Если вы никогда такого не делали Я рекомендую и сам бренд рекомендует В общем, все такие средства рекомендуется начинать Наносить с 5 минут с минимального времени воздействия И потом его постепенно наращивать Чтобы увидеть и понять, как у вас реагирует кожа головы на пилинг Раз в месяцочек для меня вполне достаточно сделать такую историю И кожа головы сразу и объем И меньше жирнится Никакого зуда, ничего не происходит Прямо очень-очень приятная вещь И действительно работает Много таких пробовала и мало какие работали Вот эта штучка работает И тоже для тех, у кого корни быстро грязнятся У меня муж тоже использует этот шампунь и восторген У него, в принципе, жирная кожа как на лице Так и на коже головы И тоже все быстро пачкается Этот шампунь, то есть у него на третий день Уже к вечеру только начинает пачкаться голова Так он прям каждый день мыл Он говорит, что происходит? Этот шампунь тоже помогает ему эту ситуацию исправить Тут в составе пероктоналамин Салициловая кислота Все эти средства очень классно работают На очищение кожи, снижение зуда Дискомфорта Отшелушивания мертвых клеток То есть у кого перхоть, у кого быстро пачкается голова Все это тело очень хорошо исправляется Тут еще в составе такие вот скорлупки Абрикосовые косточки Они очень классно помогают дополнительно очищать кожу головы И не путаются в волосах Не бойтесь, они отлично смываются Потом с кондиционером И вообще ничего нет Хотя кажется, а боже, что там такое? Но не пугайтесь У меня со второй шампунь такого формата Мне безумно нравится эффект Тоже вот сначала как-то, когда попробовала впервые Подобные продукты с этими частичками Испугалась Думаю, боже, я никогда это не вымою Это как песок Нет, не бойтесь С кондиционером И потом голова просто чистая Душистая, ароматная Волосы рассыпаются И такие прямо легкие И кожа головы чувствует себя прекрасно С волосами показала Вот прям прислала мне их бренд И я в полном была диком мастурге Не смогла не рассказать Теперь давайте для лица Нанесем уход Буду начинать его с нанесения сыворотки Сыворотка для выравнивания тонной кожи Мне просто в этом цикле Очень прямо Что-то обсыпало И очень быстро все зажило Благодаря правильному уходу Здесь 5% тераноксамовая кислота Она очень эффективно работает С выравниванием тона кожи И она может использоваться В любое время года Так что я ее вот так вот набираю на пальчики Ну, можно выдавить, конечно, господи Распределяю Я сегодня на улицу выходить не планирую Поэтому эспект наносить не буду Очень глазно успокаивает Работает хорошо с чувствительной кожей У кого такая кожа Тот может не бояться И спокойно использовать данную сыворотку Успокаивает Выравнивает Разглаживает Просто такая вот Тоже находка среди кислот Для меня в уходе И мне очень-очень понравилось Потому что нет никакой стянутости Нет никакого дискомфорта Кожа обретает однородный цвет И тут тоже крем для кожи вокруг глаз С той же самой кислотой Но уже 3% Никакого раздражения Моих чувствительных глаз не было Вообще удивительно для меня Что я нашла такую кислоту Которая вообще не вызывает Никакой негативной реакции Никакой стянутости И ничем не надо То есть выравнивать, балансировать Просто суперкомфортно И эффективно работает На работу с пигментацией Прям очень классно Высветляет Выравнивает тон кожи И чувствует себя прекрасно Увлажненно Если есть какие-то покраснения Тоже она очень классно с ними работает Просто для меня находка В мире кислот Так что примите к сведению Эти средства В любое время года Можно использовать Так что летом не бойтесь И зашлифуем все это Просто кремиком С гиалуроновой кислотой Низкомолекулярной Гиалуроновой кислотой В качестве уложения Просто такой базовый Приятный крем Для того, чтобы кожа Чувствовала себя прекрасной Уложненной Не пересушенной В течение дня От окружающей среды Кондиционер Очень приятный Хорошо растягивается Ощущение жирности Никакого нет Промокод у меня есть Который звучит Кривная 2 Продублирую его и на экране И в описании к видео Будет действовать Он до 5 июля Ссылочки на все средства Я оставлю в инфобоксе Подберите что-то для себя У них очень много классных Приятных средств Самое главное Эффективных Для меня это очень важно Промокод, кстати На зон работает По-моему, я даже этого не сказала Так, давайте выберем Что будем наносить на лицо В качестве тонального крема В коллекции Beauty Bomb Я видела там Сиси-кремушек Вот она Наносите Одну из любимых кисточек От Manly Pro 14 Очень классно наносит Вообще Все кремовые продукты На лицо Пробую же челку стричь И окрашивание делать Мне кажется Не так много видео прошло Как я окрашивалась У меня волосы Просто очень быстро растут У меня уже челка Вот так Тональный крем Точнее Сиси-крем Суперлегкая текстура Которая идеально подстраивается Под светлый тон кожи Выравнивает цвет лица Не ощущается в течение дня В составе есть тальк И демотикон Имейте это ввиду Но я перед тренировкой Безусловно Все это дело смою Не красьтесь Пожалуйста На тренировке Будем наносить А он беленький Да конечно Косметика нацелена На подростков Правильно же я понимаю В составе Те компоненты Которые активно работают На забивку Забивку кожи Забивают поры Я бы 10 раз подумала Купать ли своему ребенку Такой тональный крем Или раскошелиться Не знаю почему Вот эта тенденция Что детям Что-то подешевле Поиграться Это же кожа Это же здоровье Нашей кожи Но распределяется Очень хорошо Кисточкой Легко и быстро Действительно Легкое Мягкое Выравнивание Нигде не залипает Не полосит В целом Приятно Растушевывается Перекрывает На 3 из 5 По плотности покрытия Даже я бы сказала На 2 из 5 Очень-очень легкая Но на лето Вообще приятно Почему нет Кстати я вот так вот Да заикнулась Насчет состава А я даже не смотрела Дорогих средств Вот как работает Это безусловное доверие К чему-то дорогому Значит обязательно Эффективное Но не всегда так Не всегда так Но это просто по практике Что вот например От каких-то Очень бюджетных средств Чаще бывает Негативная реакция В связи с тем Что там Более дешевые компоненты Это факт В составе Вы можете видеть Какие-то Одинаковые компоненты Когда читаете Но вы же не знаете Происхождение этих компонентов Откуда они присланы По вани качеству Какие они по безопасности Вообще Это очень сложная тема Наше производство косметики Кстати я по-моему Вам не рассказывала Но кто за мной следит В инстаграм Тот знает Что мы получили патент На свой бренд Косметики И самая интересная Движуха Начинается Думаю что Буду посвящать вас Во все эти процессы Если вам это интересно То вы пишите тоже В комментариях Вроде все равномерно Распределилось Но покрытие Прямо очень-очень легкое В моменте нанесения Даже поняну Что там полтора Из пяти Но настолько едва Перекрывает Просто общее выравнивание И консилеры Можно обработать Доработать остальные зоны Давайте найдем Какой консилер Мы можем с вами использовать Если он есть вообще Консилера нигде Мною обнаружено не было Блин у Вен Саво Очень красивая упаковка Прямо такая Приятная Увесистая Молодцы Постарались Воспользуюсь Консилером Шик Люблю более мелкие Кисточки для консилера Сегодня я на ленью Вообще у меня настолько Упростился макияж Могу снять видео Кстати наверное С вопросом С ответом на ваши вопросы Я заскринила все Я там чистила чат Пыталась избавиться От бутов которые в чате Телеграм попадаются Но дважды не помогло Но я все вопросы Проскринила Проскролила И записала Видеозапись экрана Так что обязательно Сниму видео С ответом на ваши вопросы И наверное Я в этом видео Сниму свой макияж Который сейчас Использую на каждый день Только зона вокруг глаз Вот эти высыпания Я не хочу дополнительно Прорабатывать Просто не хочу Тут у нас в коллекции Стеллери Румяшки Еще не открывала Матовая Софт-тач Типа покрытия С градиентом Нежненько Миленько Я люблю такие продукты Очень сильно Они многофункциональные Ой прям Очень полупрозрачные С таким Свечением Изнутри Без блесток А просто они ложатся Такими немножечко Влажными Симпатично И легко Прямо очень вуально Для тех Кто боится Переборщить с румянами Как я говорю всегда Знаешь На спинку носа Куда падает загар Такой Вот всегда Все си-си Би-би У бьюти бомб Такое неприятное ощущение На лице Создает просто кошмар То что не ощущается На лице И каждый раз Они это пишут Что не ощущается На лице Но я это настолько Ощущаю на лице Что мне дико Некомфортно Ничего не могу С собой поделать Блин Везде бальзамчики Везде эти масочки Красивые Даже не знаю Что их выбрать Обязательно придется Наверное Тестировать Все это Отдельно Переходим с вами Коррекции лица Открою палеточку От Vivienne Sabo Которая Ритуал Я делаю Творец совершенно Чудно Открывается только Это немножечко Сложновато Есть риск Решиться ногтей А вот мой шпатель Шпатель Без шпателя Вообще Набор кистей Сдаваться не может Обязательно Нужен шпатель Ну беру скульптор Обычно скульпторы У Vivienne Sabo Ну очень приятные С давних пор Являюсь их поклонницей Судя по всему Этот не исключение Смотрите как легко И быстро тушуется Оттеночек Очень красивый Он вообще Не пылит Распределяется Просто с одного Взмаха Оттенок Немножечко Загарный Очень-очень Красиво Подчеркивает Тон кожи По вискам Обязательно Добавляю на складку Века Растушевую Также носик Немножечко Протушую Красивая штука Только открывается Тяжело Зараза Очень красиво Прямо смотрите Как лицо красиво Подчеркнулось Изящно Очень Растушевывается Хайлайтер оттуда Не пробую Потому что хочу Попробовать Хайлайтер Из коллекции Exo У Influence Всегда супер волшебные Какие-то очаровательные Хайлайтеры Этот я думаю Что будет не исключением По виду Это такое запеченное желе Нужен очень Изысканно Подчеркивать Сияние кожи лица Их любимый Треугольник Ну говорю Нарядная история Беру на кисть Очень прям Нарядная история Такая Межгалактическая Можно заполировать так Что с экзопланетой Будет нас видно Наконец-то Призовем сюда Жизнь ценных планет Просто вся коллекция Такая Про экзопланету Что-то космическое Пудры нету Поэтому воспользуемся Тем, что имеем Кристин Диуа Припудрит Центральную часть лица Без этого не могу Очень подвижным Ощущается Тон Прямо морщинки Знаете Во все складочки Проваливаются По ощущениям Неприятно Как-то так Следом брови Есть интересные продукты Везде Есть и продукты Для бровей И у Бьюти Бомб Есть и вот В этой коллекции Вен Сабо Тут очень интересная вещь Потому что Этот продукт Два в одном Это то, что Мне всегда Приятно использовать Это означает Сокращение места Моей косметички Меньше банок Доставать Я очень люблю Средства для бровей От Вен Сабо До сих пор Единственное Только щеточки У них бывают Подхрамывают Средства для бровей Но сама текстура Сама формула Приятная Но я дополнительно Щеточкой своей Прорабатываю Ой, там не кисточка Там фетр Что же они наделали Ладно, попробуем Давайте гель А щеточка Здесь вещь Смотрите как Гель топ Просто вау Смотрите, какая разница Вообще гель Прямо с первого Прикосновения Восторг Попробуем лайнер Здесь подсохло Давайте попробуем лайнер Я прошу прощения Я не могу это контролировать Это не на моей территории Происходит И закрыть окно Я тоже, к сожалению Не смогу Это просто все начнет потеть Есть у него недостаток Он много средств дает Ну и первый У меня оттенок Там есть и ноль второй По-моему в коллекции Я его уже дарила Прямо ярко для меня Да было лучше Ну я иду вот так Для меня Но я уверена Что многим в комментариях Понравится В целом красиво Просто ярко Короче, вот лайнер Это вообще не 0.1 Я бы сказала Это 0.4 Блин, ну уже к брюнеткам ближе Для меня Шибко ярко Поэтому я и предпочитаю Лайнеры с кисточкой Не дают такой яркости Они прям полупрозрачные И сам по себе оттенок Но очевидно не 0.1 Очевидно не блондин Вот даже немножечко зеленит Если честно Короче, фломастер Мне не понравился Давайте приблизимся С вами к макияжу глаз И начну я, наверное С тенюшек Возьму тенюшки Вот эти вот артист Здесь прям бешен Какой-то серый Я не хочу такой серый Я возьму вот этот вот 0.6 Попробую Они прям очень легко Растушевываются У меня 0.4 Оттенок Приятный такой Персиковый Никаких к нему вопросов Но часто бывает так Что оттенки По качеству В одной коллекции Отличаются Можно растушевывать пальцем Можно кистью Все мы сразу Нелегко растушевываются Очень освежают Розовые румяшки Ой, господи Розовые тени Розовые оттенки на глазах Особенно если глаза Голубые, зеленые Но нужно выбрать Опять же оттенок Правильно розовый Чтобы там не было Лишней красноты Которая возбуждает Возбужденная глаз Возбужденная кожа Заплаканная глаз Я просто так хаотично Растушевываю И иду красивая Мне нравится такой эффект По-моему прикольно Блин, хочется что-то попробовать Еще есть тени А тут столько Красивых теней Просто здесь как-то Больше средств По-моему Казалось-то В этой коллекции Чем в коллекции Той же Эгза А, их можно же совместить Слушайте, тут Она матовая И она градиентная Она типа как Хиндаш палетка Поняли, да О чем я говорю Помните Я снимала обзор На начале своего блога На эту палетку Кстати, пользуюсь ей редко Тут можно, мне кажется Сделать ей тоже все И коррекцию И припудриться И румяна Прямо сжиженная Идея хиндаш Но почему бы и нет Наберу промежуточный Оттенок вот этого розового Но здесь написано Что эта палетка теней Усилию розовые тени Себя на глазах Сегодня Пылит Прямо длута Смотрите, как кисточка С мгновения Порвала нюху Пигментированные Прямо хорошо Пигментированные Но они же Липнут сейчас На подложку Подрастяну бежевым Уведу глубину На нижнем веке Нету ничего И я наношу Вот этот вот Самый темный Градиенте Коричневый Ну темно-бежевый В целом Ей можно прям И брови Все сделать Такие палетки Они у нее Универсальные Помните Я весь макияж Сделала тогда Той палеткой Хиндаш Не знаю Почему У меня к ней Рука не тянется Она просто Очень здоровая Она у меня никуда Не встает на место Не на столик Никуда Только в шкафчик Темные тенюшки Не хочу сейчас Потому что Мне нужно еще Сделать более нейтральные фото Какую сияшку С вами попробуем Если буду делать Вот эту палетку То будет уже Неинтересно Смотреть обзор Вообще Всей коллекции Ритуал Если вам она интересна Вот тут есть Какие-то хорошие продукты Все же Судя по тому Что я попробовала Давайте возьму Артист сияшки Я давно очень хотела Их протестить Мне непонятно Как они вообще Идут в себя 0.2 оттенок Что-то типа Чупа-чупс Такого Рассыпушечка Бриллиантиков Таких легких Ну прям очень легких А вот вторым слоем Уже получается Более интенсивно Ну красиво получается Фиксатор Спрей С PF30 Вот это интересно Столько срез Для губ Вообще просто Ошалеть можно Конечно Нужно снимать Там все разные Такие вам Короче затравочки Дала Чтобы вы для себя Выбрали На что мне снимать В первую очередь Что вам больше всего Интересно Уши Как я поняла Нигде нет Только там цветные туши Ну конечно Извините Для меня это Мать Цветные туши Я не использую Возьму От Наш Я же читала там правильно Где-то в комментариях Нашла комментарий С правильным прочтением Бренда Того самого итальянского Я подсела на эту тушу Очень классная Быстро Очень классно Делает Пушистые ресницы В одно мгновение Сначала я ее не распробовала А потом Очень распробовала Носится приятно Не утяжеляет Вообще глаза Буквально утяжеляет Глаза мне туши Конечно Блин лайнер Для бровей Мне даже не блин Хотела сказать Прям на руке зеленый На бровях Я особо этого не вижу Может быть сейчас Цвет изменится Я это увижу Очень печально Что так получилось Что он такой яркий Насыщенный Он еще очень пигментированный Смываться не хочет Стираться не хочет Дает зелень Первый оттенок Сильно темный В общем Гель очень классный На моем опыте Не было такого продукта Где два в одном И все работает Очень редко И вот так вот красиво Сделаем Оставим Карандаш для губ Тоже я нигде не обнаружила Только какие-то подводки Какие-то разноцветные Здесь карандаши Для глаз Ну тогда Помощь приходит всегда Наш лучший друг Ботиночки Робин Карандаш Эль Корозан Я хотела очень попробовать Вот эту маску С эффектом плампинга Есть прозрачная Она в стекле По-моему У меня такой очень плотный Пластик приятный Вот она цветная В оттенке 02 Кстати жутко красит Этот газон пальцы И ногти Черно-зеленым Ну ладно Простите мне На демонстрации Продуктов Грязные пальцы И ногти Отмывается Но надо замачивать Прям В прошлый раз Я когда доставала Я замачивала руки В ванной Лежала И тогда отмылась Попробуем Продукт Типа это маска Для губ Не знаю Ночная Дневная Пахнет очень приятно Карамельками Цвет красивый Полупрозрачный Растушевывается Слушайте Однозначно Да Я такое люблю Холодок Очень приятный Даже приятнее И мягче Чем в Dior Lip Maximizer Для меня Там самый приемлемый Холодок Ну эффектно Ну что Вот такой вот Получился макияж Как по мне Очень освежающий Такой прямо летний Какой-то Ну брови только Вот Очень понравился гель Прям безумно Классная щеточка Но какой же ужасный оттенок Ну что за разжирование Хочется прям отломить Банку разломать И напополам Подстава Ладно Буду пользоваться Самим только гелем В остальном Мне сильно не понравился Тональный крем Несмотря на то Что выглядит он симпатично До пудры Я ощущала его Просто чудовищно С пудрой Перестал перемещаться По лицу Вот я примерно Так себя чувствовала Когда нанесла Этот крем На лицо Пока я его не припудрила И уверена Что при регулярном использовании Он будет забивать поры Румяшки миленькие Приятненькие Я их ничем Больше сверху не перекрывала Но я практически их не вижу Вижу бронзеры Они очень легенькие Из коллекции Стайлери Некид Роуз Очень нежные Очень легкие Приятные На каждый день Прямо то что нужно Если вы тоже Болитесь переборщить С румяшками То этот продукт Вам подойдет Бронзер из коллекции Vivienne Sabo Забыла название Бранда Моменте Мне очень понравился Скульптоп бронзер Такой прям приятный Хайлайтер там не пробовала Но я думаю Что эта коллекция Заслуживает того Чтобы ее отдельно Обозреть Я знаю Вы очень любите Vivienne Sabo Я разделяю ваши чувства Но конечно Меня прям сильно Разочаровал гель Пытаюсь оттереть Параллельно Зелень от пальцев Вот кстати Удивительно на самом деле Но все-все эти бренды Которые я обозревала Этлюенс Vivienne Sabo Beauty Bomb Stellar Это все Один концерн Неловко получилось Как-то правда Что мне еще понравилось И не понравилось Хайлайтер Прикольный Но очень нарядный Вот эти тени Все хороши В целом Все яшки Они такие как россыпь Они не дают металлик Вот этот гладкий Но вот это красивее Для меня Чем гладкий металлик Сейчас на данном этапе Жизненного развития Мне приятнее Вот именно такой Красивый перелив иметь Матовые очень классные Насчет палетки Инфлюенс Я думаю Что тоже здесь Либо монобренд Либо надо протестировать И собрать уже Какое-то видео С целостным мнением Потому что Тут надо сделать Много разных макияжей Чтобы понять Как работает палетка С подложками Без Пока что Задумка прикольная Нужно еще Тестировать Помада Вот эта вот маска Комфортно Ощущается Очень красивый цвет Только единственное Что надо кисточку При себе иметь Всегда для того Чтобы ее наносить Пальцем Будет просто ужас Какой-то Некрасивый Неаккуратный Бэ Слушайте Я кстати забыла вам рассказать Я даже положила Подготовилась Насчет арт инфакт Я никогда не открывала Вот эти бумажули Которые лежат в коробках Я даже их сохранила Положила на стол Как здесь удобно Все сделано Написано Все абсолютно Про компоненты Про саму Сыворотку Про сам бренд Про их уход Про их концепцию Про то что Каждая единица Бренда Это Высокоэффективная формула С активными веществами Все дела То есть Настолько подробно Расписано И сама Сыворотка К примеру Ее состав Что делает каждый компонент Что полезно знать Про эти компоненты Способы применения Пример Схемы применения Данного средства То есть С чем его можно совместить И также Всякие полезняшки Типа Общие схемы Конфликтов Какие-то компоненты Ведь могут конфликтовать Между собой Их нельзя наносить Одновременно Здесь нужно проверять Всегда эту схему конфликтов И также Короткий тест Чтобы подобрать Персональную цепочку ухода В общем Я вообще в восторге Открою Так я думаю Ну ничего себе Как удобно и приятно Особенно для тех Кто в уходе Вообще не разбирается В общем Я довольна сегодняшним макияжем Я довольна сегодняшним обзором Мне понравилось Хорошее было настроение Хороший получился результат На лице Надеюсь Что вам тоже очень понравилось Пишите Какой бренд вы бы хотели Какую коллекцию Вы бы хотели Получить на обзор Совсем не попробовал Вот эти блески Ой Много еще в косметике осталось Надеюсь Что вы будете ждать Следующее видео Надеюсь Что вы будете рады И новым Различным там Тематикам Своими болталками На этом канале Так что Еще давайте посмотрим Как проносился этот макияж До вечера Я пойду к 7 Так что 6 часов Я буду дома Делать много дел До тренировки Скажу свое мнение После 6 часов С макияжем Хочу показать вам Как проносился макияж Знаете что я отметила Мне показалось Что окислился Тон немножко Кстати на тренировку Не прошла Уже прошло 7 часов Больше 7 часов С момента нанесения макияжа Вот и выглядит он так Глаза не скатались Я просмотрела в зеркало Несколько минут назад Перед тем Как записать видео Коррекцию вижу Но окислился Вот Тон Как будто бы Но лицо от шеи То есть прям ощутимо Отличается Брови очень классно зафиксированы Но вот меня прям Сильно разочаровал Оттенок лайнера То что он фетровый Так насыщенно наносит В остальном Мне нравится Как выглядит мое лицо Ну и конечно же Выводы Всегда остаюсь с вами Что приобретать Что нет Я лишь говорю Своё честное мнение Ну и не забывайте Что каждый и каждый Из вас Прекрасные В любом виде Увидимся в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok